Это период, о котором очень мало говорят и пишут, тем более на русском языке. Лишь сейчас началось заполнение этого пробела информации. Я говорю о межвоенном периоде. Остановлюсь на архитектуре, если быть еще точнее, на работах одного архитектора Николая Мерца и в одном стиле, на румынском. О Мерце крайне мало сведений, начну с того, что он типичный представитель своей эпохи, такой противоречивый и революционный. Чем он так интересен нам, своими работами? Они весьма заметны на архитектурной карте Кишинева. Родился Николай Мерц в Херсоне, в семье этнических немцев. Лицей окончил в Кишиневе, архитектуре учился в Санкт-Петербурге. Там он познакомился со своей будущей женой. После 1918-го они единодушно приняли решение возвращаться в Бессарабию, которая уже была в составе Румынии. В Кишиневе Мерц начал преподавать математику. Вот и я точно так же удивилась. Он стал директором строительного техникума. В 30-х годах Мерц все-таки возвращается в архитектуру и сразу же с новаторством для Бессарабии. Нужно понимать, что губерния и Прироссийская империя была все-таки глубинкой со всеми ее прелестями и недостатками. Новые веяния доходили позже, но все же это была западная граница империи, потому нужно было поддерживать некий лоск и уровень развития, чтобы не было стыд. Ворота все-таки на пути из Европы в Россию. Попав в состав Румынии, регион вновь оказался на правах провинции, но новинки добирались еще дольше. И тем не менее, кое-что интересное нам перепало. От межвоенного периода остались несколько зданий в стиле конструктивизма и нейромынском стиле. Последние еще называли национальным, нео- или псевдобрынковянским, отправляя нас в эпоху правления Константина Брынковяна, то есть в конец XVII-начало XVIII веков. Ну вот сравните, это церковь Ставропольевс XVIII века в Бухаресте, а вот это здание по улице Алексея Матьевича в Кишиневе, проект Николая Мерца. Похоже, да еще как. Те же тяжелые колонны, сводчатые арки, использование камня и дерева, часто террасы и небольшие балконы. В других проектах Мерца стиль выражен менее явно, но тоже присутствует. Это логичное соседство с эпохой модерна. Когда новое искали в старом, архитекторы не копировали, а переосмысляли увиденное и унаследованное. Так и с нейромынском стиле. Вдохновлялись прошлыми, искали решения в традициях, национальном колорите. Ну, вот такая была формула успеха. Румыния не была пионером в этом смысле. В Великобритании этот же путь прошли еще во второй половине XIX века через движение искусств и ремесел. В России в начале XX, через на русские, на византийские стили. И поклонником, кстати, был и наш уроженец Кишинева Алексей Щусев. Все эти направления стали частью индивидуальности, чертами портрета архитектурного этих стран. В чем прелесть хотя бы поверхностного знакомства с архитектурными стилями? Ну, маломальски разбираясь в них, можно понять, в какие периоды какая страна оказывала влияние, например, на нашу Молдову. Получается такая занимательная история. Ах да, о Николае Мерце. В 1944 году он уехал в Бухарест, где тихо скончался. В 1947. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok